Всем привет! И накануне выхода седьмого эпизода Звездных войн, я решила сделать красивый макияж принцессы Леи. Как всегда, начиная с тональной основы, распределяю ее кисть по всему лицу. Дальше прорисовываю брови. В этом фильме у актрисы Кэрри Фишер брови как будто домиком, и я попытаюсь их у себя нарисовать. Наношу базу под тени и буду использовать светлые матовые тени. Наношу их на все подвижное веко. Беру коричневый матовый оттенок и буду им корректировать форму глаза. У принцессы Леи слегка опущенные глаза, и это я буду пытаться изобразить. Этим же оттенком я корректирую форму носа, а именно делаю более узкую переносицу, а также пытаюсь полностью модифицировать кончик носа, потому что у Кэрри Фишер он очень особенный. Конечно, с моим носом это очень сложно выходит, но по крайней мере я пыталась. Конечно же, никаких стрелок в фильме не было, поэтому я беру черные тени и прорисовываю ресничный ряд, и слегка вытягиваю глаз как будто бы вниз. Беру коричневый карандаш для бровей и хорошенечко прорисовываю нижнюю линию роста ресниц, потому что в фильме она явно выделена. Светлым карандашом высветляю уголочки глаз, а также слизистую нижнего века. Сразу же легко прокрашиваю ресницы и перехожу к румянам кирпичного цвета. В фильме очень заметен контуринг и такие явно выраженные румяна, поэтому не стесняюсь их наносить. Губы у принцессы Леи тоже интересные, верхняя губа намного меньше, чем нижняя. Поэтому верхнюю губу я закрашиваю всего лишь до середины, а нижнюю полностью добавляю блеска к губам, используя помаду в цвет. Переходим к самому интересному прическе. Я расчесываю волосы и разделяю ровным пробором на две части. Буду использовать прозрачные резинки и заплетаю два хвостика прямо на душе. Для создания знаменитых бубликов буду использовать поролоновые бигуди или так называемые папилетки. Беру их две штучки и скручиваю между собой. Потом, как на валик, наматываю хвостик. Закрепляю бублик с помощью невидимок. Вот теперь все, образ принцессы Леи готов. Надеюсь, вам понравилось это видео, не забудьте сходить на премьеру фильма. Это должно быть эпично. А вам спасибо большое за просмотр, всех целую и пока. Субтитры сделал DimaTorzok